дорогие друзья все подключились у нас сегодня канун шавуата глава и у нас сегодня мишлей значит 25 глава и так начнем с главы наса глава наса вот я сделал себе кофе бруха то аду иной или мэли халам шаколь не я бедро так и прямо сейчас тора недельная глава наса помогла мне выпить этот кофе прям конкретно то что я сегодня понял изучая главу наса именно сегодняшнюю часть сегодняшний раздел помогло мне совсем по-другому чем каждое утро выпить это кофе я пью из этой чашки уже наверное не помню сколько честно сказать я никогда не замечал как она у меня появилась не вообще не помню но пил я из нее много раз и я никогда не обращал внимание что внутри написано клод моне что это оказывается картина клода моне французского импрессиониста клод моне значит и прям внутри написано чтобы не ошибаться клод моне я никогда на это не обращал внимание а как мне помогла наша недельная глава торы обратить на это внимание угловина сон когда мужа раба и но он установил храм и осветил храм и храм начал передвижной храм начал работать мешкан написано в то лишь что главы колен начиная с колены иуда потом исахар потом звуну так а как они шли в шли они в пустыни они начали приносить свои подношения начали они приносить свои жертвы каждое колено приносила жертвы и что интересно что интересно значит вот давайте прочитаем что принес глава колена глава колена иуда что он принес, какие жертвы он принес, давайте посмотрим значит взял он, написано взял он написано что так так, так, так вот и сказал Бог Маше, один князь в день один князь в день, пусть приносят свои пожертвования для освящения жертвенника то есть каждый день, чтобы освящить жертвенник каждое колено приносит приношение и тем, кто принес свое пожертвование в первый день кто принес первый день, был Нахшон сына Минадава, из колена Иуды, то есть они шли первые в пустыне, и это было самое многочисленное колено потом из колена Иуда вышел царь Давид и все цари Израиля, Думашеха, будут из колена Иуда, его пожертвование было такое, одно серебряное блюдо в 130 шетелей весом запомните, можете даже записывать одно серебряное блюдо в 130 шетелей весом одна серебряная чаша в 70 шетелей весом в шетелях святилища оба сосуда наполнены тонкой пшеничной мукой, смешанной с маслом для дара приданности одна ложка в 10 золотых шетелей золотая ложка в 10 шетелей такая огромная такая ложка в 10 золотых шетелей наполненная ладаном один молодой бык, один баран, один ягденок первогодок для жертвы восхождения, тут переведено, смотрим сыры, земли, хатат эта жертва была парахат ше на то ли уля значит жертва не восхождение, надо было перевести жертва ала, ну можно сказать до восхождения все сожжения, ее полностью сжигали один козел в искупительную жертву это за грехи а в жертву мирной трапезы благодарственная жертва которых съедали два быка, пять баранов, пять козлов, пять годовалых ягнят это пожертвование Накшона, сына Минадава перечислено сразу я вам хочу сказать такую интересную вещь помните мы говорили, что Тора изучается на четырех уровнях на четырех этажах пшат простой смысл ремес намек драж шифр и сот тайна теперь смотрите, здесь очень четко видно как работает как работает пшат, понятно, мы все поняли как работает намек вот мы прочитали, помните я вам говорил, запомните значит, первое серебряное блюдо в сто тридцать шейтере весом что за сто тридцать шейтере весом? почему именно сто тридцать, а не сто двадцать? или не сто десять? сто тридцать нам напоминает, что сто тридцать лет было Адам решено когда у него родился шет, от которого пошло все человечество это намек как, то есть, без того, чтобы знать всю Тору второй уровень уже непонятен намек, он он, ремес это, да, намекает только тем, кто знает всю Тору дальше, что было дальше? дальше, может мы догадаемся дальше была серебряная чаша в семьдесят шейтере весом на что нам семьдесят напоминает? после потопа от Ноаха прошло семьдесят народов есть семьдесят, как бы, архетипов семьдесят пронародов которые населяют всю землю то есть, от этих семидесяти дальше пошли уже разветвления но есть семьдесят архетипов семьдесят народов, представляете? дальше дальше все там имеет намек но я все не помню одна ложка в десять золотых шетелей что за одна ложка в десять золотых шетелей? что есть одна Тора в которой есть десять заповедей основных которые тоже архетипы всех заповедей То есть в 10 заповедях есть все остальные заповеди, они зашифрованы, представляете? Один молодой бык и так далее, каждая на что-то намекает. Хорошо, значит мы с этим и разобрались, теперь на второй день принес пожертвование Нетанель Синцуара князю Сахара. Ну какое же принес пожертвование князю Сахара, князю с коленой Сахара, глава колена? Как вы думаете? Читаем. Одно серебряное блюдо в 130 шетелей весом. То же самое. Одну серебряную чашу в 70 шетелей весом. То же самое. В шетелях святилища? То же самое. Оба сосуда наполнены тонкой пшеничной мукой, смешанной с маслом? То же самое. Одну ложку в 10 золотых шетелей, наполненную ладаном? То же самое. Одного молодого быка? Все то же самое, один в один. Хорошо, на третий день принес пожертвование князь сынов Звулуна, Эляф, сын Хеона. Что такое? Читаем. Его пожертвование. Одно серебряное блюдо в 130 шетелей весом. Одна серебряная чаша в 70 шетелей весом. Оба сосуда. Все то же самое. И так 12 раз. Представляете? 12 раз одно и то же. 12 раз одно и то же приношение. Возникает вопрос. Зачем в Торе перечислены полностью все одинаковые абсолютно приношения? Если можно было написать, значит, если бы, например, Мариус из Милана писал бы Тору, значит, то он бы написал бы, колено Иуда принесли пожертвование, и все остальные колено принесли то же самое. Все, сократили бы очень много места. В Торе нет ни одного лишнего слова. В Торе в одной букве могут быть зашифрованы целые законы. Про множество законов, которые очень важны для нас в повседневной жизни. Их в письменной Торе вообще нет. Они все только в устной Торе. Например, написано, и повяжи слова эти на руку свою, и будут они украшением над глазами твоими. Все. Больше про Тфили не сказано ничего. А как сделать Тфилин? Все устная Тора. Напиши слова эти на косяках двери дома твоего. Хорошо. А как писать Мизузу? Все устная Тора. И тут вдруг нам идет перечисление, идет перечисление одно и то же 12 раз. И как это мне помогло заметить сегодня Клод Мане на чашке, из которой я пил много времени. Я слышал такой комментарий, что человек делает заповеди. Два раза в день мы читаем Криат Шма. Утром просыпаемся, говорим Шма Исраэль. И вечером перед сном говорим Шма Исраэль. Шаббат. Каждый 7 дней Шаббат. Одно и то же. Синагога, Кедуш, Трапеза. Утром Синагога, Кедуш, Трапеза. И потом Трапеза уже без Кедуша третья. Шаббат. Дальше. Шавот. Каждый год Шавот. Опять, опять Шавот. Все, опять сегодня, канун праздника. Посчитали опять Сверата Омер. Я уже 24-й год соблюдаю заповеди. И 24 года одно и то же. В этой главе Тора нам хочет показать, что несмотря на то, что внешне это было одно и то же, внутренне это все было наполнено глубочайшим, индивидуальным, уникальным смыслом, который возникает индивидуально каждый раз. И этот смысл абсолютно новый. То есть, каждая заповедь, она это не повторение предыдущих. Это новое. Каждый момент жизни это не повторение предыдущего. Это новый. Просто, чтобы это заметить, нужно вдуматься, нужно проснуться, нужно осознать, что это не просто вот человек живет, он как бы полуспит. У него все время все одно и то же, одно и то же рутина. Если ты останавливаешься и ты осознаешь свой вдох, выдох, если ты пьешь кофе не просто, ты его просто пьешь, да, а ты просто вникаешь, то это и есть момент твоей жизни, единственный момент твоей жизни, который существует в реальности. То, что было, его уже нет. То, что будет, его еще нет. И единственный момент жизни, который есть, это тот момент, в котором ты находишься сейчас. И то, насколько ты в него способен погрузиться, окунуться, соприкоснуться, включиться, это и есть твоя жизнь. Поэтому Тора нам перечислила 12 раз. Внешне, на уровне Пшата, это кажется одно и то же. Теперь есть устная Тора комментарии, которые дали на каждое колено, приносило, вкладывало свой смысл. И каждые 12 вот этих вот внешне одинаковых приношений, они были наполнены абсолютно разным смыслом. Потому что каждое колено, это было уникальное колено. Каждый глава колена был уникальный. И точно так же я сегодня посмотрел после этого на чашку и увидел, что написано, оказывается, Клод Мане. И тут прекрасная картина. И хотя до этого пил из этой чашки сотни раз, но сегодня это был уникальный раз, лучше из всех. Потому что я включился в этот момент в жизни благодаря недельной главе НОСОВ, которую мы изучаем. Так, теперь переходим к канун Шавота. Канун Шавота, значит, наступает сегодня День Дарования Торы. И что интересно, что каждый праздник, каждый праздник, он является уникальным, отличающимся от других дней в году кардинально. Вот этот День Дарования Торы, это точно тот день, когда была получена Тора в духовном плане. И на мир действует та же самая энергия, которая была тогда. То есть можно именно вот в эту ночь, значит, сегодня вечером наступает ночь, когда Дарование Торы. И вот мы сегодня можем, если мы включимся по-настоящему, то мы можем получить вот эту Тору, которая была дарована, значит, 33034 года назад. Тоже я сегодня слушал уникальный шоурок, очень красивый. Значит, рассказывается, что когда стоял народ Израиля возле горы Синай, и когда Бог начал говорить 10 заповедей, то они сказали, все, пожалуйста, мы больше не можем слушать, пусть Маше поднимается на речку, на речку, на гору. И, значит, а мы на Севенишма, сказали они. А мы все сделаем, будем слушаться, но мы не можем выдерживать. У нас они умирали каждую секунду, у них отрывалась душа, тело, то есть, потому что Всевышний, когда он как бы сжал себя, чтобы проявиться в этом мире, то даже самое его вот это вот проявление Творца Мироздания, когда он себя максимально сжал, вызывало, у них перегорали предохранители. Только Маше Робейн, который был чистый, он был чистое стекло, как пророк, величайший пророк, то он мог воспринимать эту божественное, как присутствие, божественную энергию. И вот, значит, они сказали на Севенишмай, сделаем и потом уже разберемся во всем, и потом все, мы согласны. Говорят, что у них не было свободы выбора в этот момент, потому что, не потому что Бог их заставлял принять Тору, но они настолько очевидно видели вот структуру мироздания, которая выражена в Торе, настолько для них было очевидно присутствие Творца Мироздания в этом мире, который проявляется через заповеди, настолько им это было, ну вот, очевидно, что сказать нет было невозможно. Но я сегодня слышал очень красивый вопрос, который задал Равьяков Каменецкий, его была фамилия, я лично с ним встречался, он был великий раввин, такой, мы были у него дома 22 года назад, значит, когда-то с Равбинсоном, по-моему, с Зильвером мы были. В общем, мы были у него дома, или с Иуда Эврехом, который директор Талдоти Шурун, или с Равбинсоном. И вот рассказывает, что когда он пришел в Хедеров-1, там были дети, и он детям задал вопрос. Дети, которые закончили первый цикл изучения Тора, они получали корону Торы, такая есть в Хедерах, такая очень красивая, красивая обычай, когда дети начинают учить Тору, это для них огромный праздник. И он детей спросил, говорит, дети, вот я вам сейчас задам этот же вопрос, очень интересный. Хорошо, значит, каждый стоял, и он увидел, услышал голос Всевышнего, но почему они сказали, на севенешма, сделаем во множественном числе, и потом будем разбираться, потом разберемся, потом поймем. И человек, который стоял индивидуально, то он должен был сказать эссе, я сделаю, я буду выполнять, и я потом только разберусь. Почему они сказали, мы сделаем и потом разберемся? Он задал вопрос детям. Ну, какие есть варианты? Какие есть варианты? Вот как бывает, почему они сказали во множественном числе, мы сделаем? Как ты можешь знать, что он сделает? Если ты за себя, есть твое восприятие, ты увидел, услышал, понял, что это истина, но ты можешь сказать, я сделаю. Как ты говоришь, мы сделаем? Так он задал им вопрос. Ну, какие у кого варианты? Есть варианты? Почему они сказали, мы? Ну, а как ты можешь взять на себя общую ответственность, если стоят рядом люди? Ты за себя, ты можешь сказать, как ты можешь сказать, мы сделаем? Вот. Значит, поняли, что все как один, один как все, одно целое. Это все мы начинаем, как бы, давать очень умные, взрослые объяснения. Но раб Яков Каменецкий, он сделал по-другому. Он, когда он взял, достал и из кармана конфету, очень хорошая какая-то у него была конфета, он принес детям, какая-то очень, вот, например, я не знаю, что все дети любят, какие все дети любят конфеты. Есть такие конфеты, которые все дети любят? Ну, достал какую-то самую-самую такую крутую конфету, которая часто дети уже избалованы, а тогда, очевидно, была какая-то такая конфета, которую все дети любят. И он говорит, дети, хотите конфету? И все, все дети закричали, хотим. То есть, это была такая, очевидно, вкусная конфета, что никому в голову не пришло, что кто-то может от этого отказаться. Этим он объяснил, что они увидели всю ту радость, всю ту сладость, всю ту величие, которое есть в Торе, и как дети все в один голос сказали, хотим, да, они не думали, хочу. Хотите? Хотим, сказали дети. Такая она была, такая она была, это Тора желанная, да, поэтому они сказали, конечно, хотим. А кто не хочет знать полностью все, как работает мир? А кто не хочет полностью понимать, прямо, чтобы было полное, ясное осознание, как все работает? Кто не хочет вечная жизнь? Кто может отказаться от того, чтобы соединиться со Всевышним? Ну, ни один нормальный человек, который видит, что все это есть в Торе, он от нее не может отказаться. Поэтому они сказали мы, потому что это было настолько очевидно, величие, и желанность, и как, например, если предложить, ну, нормальным, адекватным людям, и им, людям предлагают, хотите миллиард долларов, или хотите жить 200 лет и не болеть, хотите, чтобы вся ваша семья были здоровы, счастливы, и, значит, любой нормальный человек ответит, хотим, конечно, хотим, а кто этого не хочет? То есть, история была настолько очевидно хороша, что они ответили, хотим. Такой он дал детям ответ, очень, мне кажется, понятный ответ. И сегодня у нас есть возможность, действительно, соединиться с Торой, то есть, сказать, вечером сегодня, когда наступит заход солнца, и вот сегодня начинается с заходом солнца, праздник Шавуот, значит, желательно, учить Тору, учить что-то новое, и сказать Всевышнему, хочу, хочу знать Тору, хочу постигнуть твою волю, хочу понять, как все работает, хочу понять, как все устроено, хочу получить Тору, и, значит, как это проходит по технологии, значит, большинство мужчин будут всю ночь учиться в синагогах, учиться в синагогах, потом, когда начнет светать, окунуться в Микву, в родниковые вот эти вот воды, или воды, которые с неба, это очищающие воды, потом с восходом солнца, с первым лучом солнца, помолятся молитву Шахарит, и после этого будут читать Тору, 10 заповедей, да, будут читать, и после этого пойдут домой, и как, когда получали Тору в пустыне, они когда получили Тору, что надо есть только кошерное, а у них была посуда некошерная, не было еще мяса кошерного, они ели только молочные продукты, поэтому в Шавод едят с утра молочные продукты, готовить в этот праздник можно, поэтому потом уже на, потом ложатся спать, потом уже ближе после обеда, готовят праздничную трапезу, и празднуют, празднуют получение Торы, так будут праздновать Шавод профессионалы, профессионалы, хорошо, значит, понятно, да, если вы можете что-то из этого выполнить, то будет уже хорошо, хотя бы молочное, хотя бы мороженое, поешьте, и скажите Всевышнему, да, вы видите, я уже тоже начинаю соблюдать Тору, уже по чуть-чуть я втягиваюсь, по чуть-чуть втягиваюсь, значит, и начнем с мороженого, да, соблюдение Шавода, ты с чего начал соблюдать Тору? Знаешь, я в Шавод начал есть мороженое, тоже отлично, да, теперь, значит, и концовка у нас, я буду сейчас стараться в 25 минут влазить урок, потому что у меня в последнее время пошло уже больше 30 минут, а все-таки у нас формат максимум 25 минут, поэтому я сейчас 25 глава, один всего отрывок я возьму из 25 главы, я очень люблю, очень я люблю, значит, Мишлей, я в Мишлей нахожу прям для себя, каждый раз я учу Мишлей, и каждый день нахожу в ней какие-то очень глубокие, глубокие, полезные, невероятно полезные смыслы, которые, которые очень помогают, значит, смотрите, есть здесь очень важный такой отрывок, 16, 16 отрывок, как раз, я думаю, что многие сейчас очень вдохновили, здесь вдохновились, что надо учить Тору много, говорит нам царь Соломон в 16 отрывке 25 главы, «Дваш мацата нашел ты мед, ахоль доехар, кушай его в меру, пэн тизбаену ва кэйсо», чтобы ты не присытился им и не вырвал его, да, и он приводит сразу же в понятный еще один пример, такой жизненный, «Акор раглэха мибэй трээха», значит, «убери свою ногу из дома ближнего твоего, пэн из бааха, вэ из снеха», то есть, не будь слишком, не задерживай ногу твою в доме ближнего твоего, не то он присытится тобой и возненавидит тебя, то есть, должно быть все в меру, все должно быть в этом мире в меру, даже изучение Торы, потому что многие люди, которые сталкиваются с Торой и ныряют в нее, потом они присыщаются быстро и их начинают от этого рвать, поэтому нужно, чтобы все было в меру, золотая середина, не перебарщивать, если вы не можете, например, вот прям хочется спать, лучше лягте, поспите, встаньте на шахарит, хорошо помолитесь, послушайте 10 заповедей, то есть, есть, например, шахарит и прочитать Шма и Сраэль вовремя до первых 3 часа дня, это заповедь из Торы, это невероятно важно, ночью учить Тору в Шавот, это обычай, который помогает, но это не является заповедью, таким прям долгом, поэтому, поэтому нужно знать точно, где заповеди, где обычаи, где хорошие советы, а где именно то, что Бог сказал конкретно, это делать нельзя, вот это есть одна из частей Торы, то есть, Тора, она нам показывает, как все работает, показывает, как вести себя, показывает, как управлять собой, то есть, это все части Торы, они разные, все, дорогие друзья, всем желаю хорошего праздника в Шавот, завтра урока не будет, потому что Шавот, это как Шаббат, кроме, что можно готовить еду от зажженного огня, в субботу урока не будет, в воскресенье, с Божьей помощью, мы встречаемся, продолжаем изучать Тору, значит, поэтому вы можете на эти дни поучиться сами, очень советую, рекомендуется в Шавот читать книгу Рут, и у нас на Ваикра есть, на портале ваикра.com есть цикл уроков по книге Рут, которые я когда-то проводил, очень, очень полезно, нужно, интересно, вы можете послушать уроки по книге Рут, и это была бабушка Царя Давида, она приняла иудаизм, была муавская принцесса, которая приняла иудаизм, и она показывает, в принципе, в этой книге зашифрован путь принятия Торы, то есть, как это все происходит, очень много нюансов, поэтому очень советую послушать Медела Трут, и завтра это буду читать в синагогах. Все, всем хак шавот самех, хорошего праздника, шавота, веселого и радостного, и чтобы мы действительно прямо научились, научились ловить момент, да, как написано, и вы, которые прилеплены к Богу Всесильному Вашему, живете все аем, сегодня, то есть, именно, даст Бог день, даст Бог пищу, нужно прожить день по-настоящему со Всевышним, и вы можете не волноваться за завтрашний день. Все, всем до воскресения, хак самех, и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok